СМИ Турции У Турции в мыслях нет высылать российских дипломатов. И на СМИ, Россия. 2 апреля 2018 года Могла ли Россия желать убийства двойного агента в Великобритании использовать для этого химическое вещество, понимая, что все подозрения лягут на нее? Задается вопросом автородатф.ком 27.03 Это все равно, что выстрелить из пистолета, на котором отпечатки пальцев Путина, и оставить его на месте преступления. Подчеркивается, что происходящие события невозможно рассматривать независимо от вновь откалиброванных после присоединения Крыма к РФ отношений России и Европы и растущего российского влияния в Сирии. Зачем стране, которая готовится принять чемпионат мира по футболу, в преддверии президентских выборов совершать такой нелепый поступок, как отравление бывшего агента Скрипаля? Недоумевает автор Джум Хуриет. 28.03 Лондон пытается отвлечь внимание от Брексита. В США формируется новая геополитическая повестка дня в связи с назначением Майка Помпена постго-секретаря и Джона Болтона советником по национальной безопасности. В планах Вашингтона – притеснение России, расторжение ядерного соглашения с Ираном, эскалация кризиса на Украине, препятствование межкорейскому миру, торговая война с Китаем, восстановление России, колоссальный рост Китая. Новые союзы положили конец однополярному миру и американскому проекту «Большой Ближний Восток», делает вывод автор Сёзджу. 29.03 США и их сторонники проиграли, сирийский режим не пал, Асад не ушел, победила Россия, которая стала обладать правым голоса на Ближнем Востоке, и без ее нейтрализации невозможно будет справиться с Ираном. Причина, по которой Запад Коршуном налетел на Россию, по выражению автора Ададф.ком, 27.03, заключается в том, что Россия зажгла зеленый свет операции Турции в Африно, в связи с чем Америка на израильские планы о Великом Курдистане, выходящем в Средиземное море, был нарушен. Сейчас Союз США, Израиль, Запад желает заставить Москву отступить перед ходами, которые этот блок собирается сделать в Сирии. Кризис вокруг покушения на Скрипаля и решения западных стран о высылке российских дипломатов, которое повлекло за собой симметричный ответ России, может снова привести мир к холодной войне и серьезной напряженности, убежден Надир Дивлет, преподаватель университета Айдын, Хюриет, 27.03. Такая синхронная реакция Запада на события в Солсбери – недоброе предзнаменование, говорит эксперт. С точки зрения колумниста Тюркии, 01.04, пока напряженность между Западом и Россией весьма далека от стадии холодной войны, на сегодняшний день говорить о серьезной ядерной угрозе, какой-либо идеологической борьбе или антизападном блоке, сформировавшимся против блока во главе с Великобританией и США, не приходится, при этом определяющую роль в развитии ситуации с нынешней напряженностью между Западом и Россией может сыграть Китай. Хюриет, 30.03. Почему неоднократные атаки с применением химического оружия в Сирии, в результате которых погибали сотни, тысячи сирийцев, не объединили так евроатлантический мир, как отравление в Солсбери, заставившие западные страны моментально солидаризироваться в политике изоляции России? Задается вопросом автор Стар, 31.03. В тени кризиса вокруг отравления Скрипаля, в ходе которого США и страны ЕС выступили единым фронтом против России, в арне 26 марта при участии президента Турции Реджепа Эрдогана состоялся саммит Турции. ЕС, обращает внимание автор Ениакит, 27.03. Какую позицию займет Турция, которая, с одной стороны, покупает ракеты С-400 у России, с другой, является членом НАТО? Спрашивает журналист Милюет, 27.03. Турция в последнее время сблизилась с Россией по многим направлениям, таким как Астанинский процесс, сделка по С-400, торгово-экономическое взаимодействие, и Турцию неизбежно заставит выбрать сторону в этом конфликте, добавляет автор Сёзджу, 29.03. Турция может не соблюдать решений, принимаемых ЕС, но если кризис вокруг отравления Скрипаля будет вынесен на платформу НАТО, какую тогда позицию она займет? Может ли Турция позволить себе поставить свои отношения с Россией, которые удается поддерживать на определенном уровне, несмотря на все провокации, такие как уничтожение российского самолета в ноябре 2015 года, убийство российского посла Корлова в декабре 2016 года, в зависимости от истории о шпионе. Если бы не поддержка России, Турция не смогла бы развернуть военную операцию ни в Джирабулусе, ни в Африне, заключает преподаватель университета Истиньемесуд Хакаджашин, Хюриет, 29.03. В борьбе с терроризмом ради защиты своих территорий Турция как суверенное государство должна действовать сообща с Россией. Россия и Турция сталкиваются с похожей угрозой со стороны Запада, и кризис, вспыхнувший сегодня в отношениях Запада, Европа и Россия, должен еще больше сблизить Анкару и Москву, приходит к выводу автор Ени Шафак, 28.03. Но США и Европа будут продолжать делать все возможное, чтобы саботировать российск-турецкое сближение. Путин и Эрдоган сорвали планы Запада в направлении развала России и Турции и порабощения двух стран, подчеркивает автор Стар, 29.03. И не случайно Турция в ходе попытки госпереворота 15 июля 2016 года обнаружила рядом с собой Россию. Если бы переворот состоялся, Турция превратилась бы в страну, которая сожгла бы все мосты с РФ на фоне обострения крымского вопроса, закрепилась бы на противоположном России фланге в Сирии, на стороне США, и курдских отрядов народной самообороны, рабочей партии Курдистана, и сегодня высылала бы российских дипломатов. Официальная риторика Анкары по кризису вокруг отравления Скрипаля держится в рамках, Турция признает применение химического оружия преступлением против человечества и осуждает инцидент в Великобритании, но решение о высылке российских дипломатов вслед за многими европейскими странами даже не приходит на ум, пишет Колумнис Сабах, 29.03. Ожидать, что Анкара присоединится к тем европейским странам, которые приняли это решение, нереалистично, особенно если учесть предстоящий визит президента России Владимира Путина в Турцию, а также доверительные отношения, сложившиеся между российским и турецким президентами. Турцию годами обманывали нереальной российской угрозой и заставляли искать укрытие в Западном Союзе, а сегодня у нее появились настоящие друзья на международной арене, подчеркивает автор Айдын Лыб, 30.03. Главный пример настоящего друга на поле боя, с которым Турция построила стратегическое партнерство, Россия. Переговоры, которые ранее проходили в Астане и Сочи, а 4 апреля состоятся в Анкаре, показатель того, что к стратегическому партнерству Турции и России примкнул Иран. С присоединением к этому пакту у Сирии, Ирака, Ливана, Катара, Азербайджан это стратегическое партнерство превратится в самостоятельный полюс под названием Западноазиатский альянс. Согласно СЕСДЖО, 31.03, в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Турцию 3 апреля состоится седьмое заседание Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией, на котором будут обсуждаться все аспекты двусторонних отношений, состоится обмен мнениями по региональным и международным вопросам. На этот же день запланирована официальная церемония закладки фундамента АСЭКУ. 4 апреля в Анкаре состоится трехсторонний саммит по Сирии с участием президентов России, Турции и Ирана. Владимир Путин совершит свой первый визит в Турцию после переизбрания на пост президента, отмечает в САБах, 01.04, и эта встреча российского и турецкого лидеров станет девятой за последний год. Визит Путина в Турцию крайне важен прежде всего с точки зрения продолжения контактов между двумя странами на высшем уровне, отмечает эксперт по России Джейнг Башламыш в интервью Хириет, 01.04. К тому же необходимо урегулировать проблемы по проекту АСЭКУ, связанные с получением лицензии на строительство и определением турецких соинвесторов. Лидеры также не обойдут вниманием проект «Турецкий поток» – сделку по С-400. Турция заключила с Россией соглашение о покупке С-400 после того, как союзники по НАТО и США не обеспечили ее системами противовоздушной обороны, напоминает автор Милли газете, 26.03. Но после того, как по этой сделке был достигнут прогресс, в СМИ появились сообщения о том, что США собираются сделать Турции предложение по системам «Патриот». Несмотря на то, что Анкара месяц и Мирьяна настаивает на покупке С-4 Сату России, хотя на самом деле сама не знает, как будет их использовать, «Теперь она приобретает патриотичные ракеты у Америки, в администрацию которой приходят все новые ястребы», пишет журналист Сёсджо, 26.03. По итогам визита в Вашингтон глава комиссии турецкого парламента по иностранным делам Валкан Баскар в беседе с Хюриет, 27.03, рассказал, что в США придают большое значение теме покупки С-400 у России. Особенно в Конгрессе чувствуется намерение связать эту сделку с поставками американских боевых самолетов F-35 в Турцию, и витает настроение в духе, если вы купите С-400, мы примем решение в Конгрессе и не продадим вам F-35. США с самого начала выражают серьезное беспокойство по поводу покупки Турции С-400 у России, обращает внимание колумнист Ени Шафак, 29.03. И если НАТО говорит, что Турция имеет право приобрести ракеты С-400 в случае, если их система опознавания свой, чужой будет адаптирована к правилам Альянса, то Вашингтон выступает против сделки по С-400. Это объясняется одной очевидной причиной. США, которые форматировали свои отношения с Турцией главным образом на основе принципа военной зависимости, невероятно обеспокоены тем, что этот формат начинает ломаться. В этих условиях такое резкое противостояние покупки С-400 становится невозможно объяснить никаким другим мотивом, кроме как сохраняющейся после 1945 года оппозиции угрозы и ты будешь зависеть от меня в сфере обороны. Турция будет двигаться полным ходом вперед в рамках соглашения по С-400, но она не против купить американские системы Патриот, если будут предложены приемлемые условия, сообщает Хабертюрк, 28.03, со ссылкой на источники в Министерстве национальной обороны Турции. Автор Хабертюрк, 28.03, комментируя увеличение числа турецких предприятий, которым Россия разрешила поставлять томаты в Россию, подчеркивает, после кризиса, связанного с уничтожением российского самолета, мы стали измерять масштаб наших отношений с Россией по томатам. Если сохраняющиеся ограничения по объему ввозимой продукции и количеству поставщиков будут сняты, можно будет сказать, что отношения вернулись в прежнее русло, заключает журналист. Министерство энергетики и природных ресурсов Турции начало осведомлять население по вопросу использования атомной энергии, в том числе посредством специальной литературы, сайтов, акунтов в соцсетях, сообщает Сабах, 01.04, отмечая, что проект АЭСАКУ уменьшит зависимость Турции от импорта энергии из вне и подстегнет отечественное производство. Подчеркивается, что российский проект атомной электростанции был выбран как самый безопасный в мире, на стадии строительства соблюдаются все необходимые стандарты технической и экологической безопасности.